Западная Римская империя официально прекратила свое существование в пятом веке, в то время, когда Европу захлестнули варварские орды переселения народов. Что тут скажешь, не только короткие видео, но и многие другие тренды в Азии появляются раньше, чем на западе, в том числе и орды кочевников. За сто лет до падения вечного города выходцы из степи прорвали китайские границы и заняли весь север бывшей империи Хань. Следующие несколько столетий получили в китайской истории название эпоха пяти варварских племен или эпоха шестнадцати варварских государств. На самом деле было больше и вторгнувшихся племен, и созданных ими государств, но китайцы с высоты своей цивилизованности не считали нужным точно подсчитывать, что там у этих северных дикарей происходит. Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвых и мертвых, об истории, и поскольку мы не настолько цивилизованные, как древние китайцы, мы все-таки обратим внимание на этот регион и на историю народа настолько значимого, что его название в конечном счете послужило названием для целой языковой группы. Поговорим о тюрках, но начнем немножко издалека. После того, как хунские протомонгольские племена ушли осваивать север Китая, в Великой Степи стало посвободнее, а то она, знаете ли, не резиновая. Зато там можно было неплохо укрыться от своих проблем. Ну, чтобы найти новые, ну да не суть. Степь стала прибежищем беглых невольников, дезертиров, обнищавших крестьян, и там постепенно эти люди разных языков и культур объединились в нечто похожее на позднее казачество, военизированное общество, жившее войной. Но, в отличие от казаков, у этих людей сложилась не военная демократия, а централизованная иерархия с сильной властью вождя. Кочевая орда, разделенная на десятки, сотни и тысячи. Кстати, также спустя 800 лет поступит и Чингисхан, про которого долго будут думать, что он эту структуру подсмотрел в имперском Китае, что, конечно же, не так. Орда – это чисто степная форма развития государственности после рода племенного строя. Главное отличие от последнего – отсутствие важной роли устарейшин, которых попросту не было, потому что все решалось командирами. Есть много спекуляций на тему слова «орда», дескать, оно и близко европейскому орденгу, и ордену, и латинскому «орда» – порядку. Конечно, это все полная ерунда, хотя сам ход мысли довольно-таки интересный. В самом деле, орда нам сейчас представляется чем-то таким невероятно хаотичным, но в реальности все дело обстояло ровно наоборот. Орда, которую стали называть «жужанской», ввела еще одну классную инновацию. Вместо выпаса скота эти ребята залили кровью великую степь, справедливо решив, что зачем заниматься неэффективной работой, если можно заниматься эффективным грабежом соседей. Дело в том, что оседлое государство в целом строится на том, что как бы грабит своих жителей, предоставляя им гипотетически некоторый набор бенефиций, вроде стабильности и постоянного там притока еды. В кочевом же иерархия строится не так, здесь насилие не так монополизировано, и каждый кочевник, включая зачастую, кстати, и женщин, если не воин, то как минимум ездит верхом и стреляет из лука. Так что схема обмена ресурсов на безопасность и еду, тем более, что эту еду здесь все сами, в общем-то, пасут, она довольно плохо работала. Во-первых, ты фиг, что у кочевника заберешь, а во-вторых, ты фиг, что кочевнику дашь. Так что ради повышения лояльности степным вождям приходилось предоставлять людям возможности, либо возможность ходить в какие-нибудь там походы, либо, ну, просто приносить подарки из этих самых походов. Жужжанская орда достигла в этом невиданных прежде высот, сначала затерроризировав степные племена, а затем империю Вэй, объединившую варварские государства на севере Китая. Империя вскоре распалась на западную Вэй и заключившую с жужжаниями союз восточную Вэй. Тогда западная Вэй в 545 году отправила послов к другому степному племени, к тюркам. С этого посольства и начинается их история. Об истории этого народа мы знаем вообще ничего. Контраинтуитивным образом тюркский язык появился в великой степи раньше самих тюрок. По некоторым предположениям, по-тюркски говорили уже хунну, а в описываемое время в степи жило многочисленное тюркоязычное племя Тели, остатки которого до сих пор живут в России, кстати, и называются целиутами. Однако все эти племена, хоть они и говорили по-тюркски, тюрками не были. Есть разные версии происхождения тюркского правящего рода, подробнее об этом в телеге рассказал. Но они сходятся в географическом вопросе. Горы Алтая, делящего Великую Степь пополам, определенно считаются тюркской прародиной, и именно там будет сердце их империи. Как и другие степные племена, тюрки были покорены жужанской ордой, но у них было одно преимущество – железо. Тюркский Алтай, будучи кузницей оружия для жужаней, ставил тюрков в привилегированное положение. Они были богаты и были способны содержать тяжело бронированную конницу, аналог танков своего времени. К тому же тюрки решили, что они не хуже начальства, и замутили свою собственную орду с железом и варганами. То есть китайцы из Западной Уэй очень хорошо понимали, кому именно они и зачем предлагают союз. А тюрки этому союзу очень даже обрадовались, потому что находиться, ну, всю свою потенциальную историю в подчинении жужанской орды как-то не входило в их планы. И не только в их, кстати, чем, например, активно пользовались китайцы. За каких-то там 60 кусков шелка они, например, подкупили племена Теля, чтобы те восстали против жужаней. Не думаю, что их шансы были сильно высоки, но им повезло весьма ироничным образом. Военный поход Теля наткнулся на орду тюрок. Не став сражаться, они присягнули на верность Бумыну, тюркскому вождю. Жест по отношению к жужанскому начальству явно был провокативным. Но даже для войны в степи нужен казус Белли, да, некоторый повод, причина. Ну, потому что так как-то активнее вербуются воины и союзники. Поэтому Бумын попросил у жужанского хана руку его дочери, на что тот закономерно ответил отказом и возмущением. Дескать, ты чё, ты же данник, ты там совсем офигел? Естественно, Бумын оскорбился, потому что, знаете, оскорбиться – это зачастую лучший способ оправдать агрессию. Зимний поход тюрков Бумына 552-го года закончился разгромом ставки жужанской орды, самоубийством тамошнего хана и побегом части его подданных в западную вень, откуда китайцы с удовольствием выдали тюркам 3000 связанных жужаней. Всех свободных взрослых тут же обезглавили. Короче говоря, всё прошло удачно, весело и с огоньком. Брат Бумына погнал жужани аж до самой Волги, а потом присоединился к сосанитскому Ирану и стал громить там вместе с ними белых гуннов, эфтолитов. Жужани же разбили несколько племен уже на западе, пополнили ими свои ряды и уже под названием авары ворвались в Европу, чтобы основать на территории нынешней Венгрии свой аварский каганат, по дороге пожирав ещё некоторое количество славянских племен. Так, кстати, на границах Византии аварская конница появилась уже в перемешку с пехотой, набранной из этих самых славян. Первое появление последних на большой европейской арене. Нет, просто оцените масштаб событий. Степная война на северных границах Китая привела в конечном счёте к появлению на границах Византии славян. Друзья, давайте поговорим о том, что такое наша жизнь. В сущности, наша жизнь — это такая бесконечная череда выборов, которые мы постоянно совершаем и в отношении которых очень трудно понять, какие из них правильные и какие неправильные. У нас просто нету для этого, как правило, достаточно данных. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то информацией, которая точно соответствует действительности, то нужно понимать, что она на вес золота. И вот вам пример такой информации. Самый лучший, то есть самый надёжный и одновременно требующий наименьшее количество ресурсов и входных данных, путь в IT — это профессия тестировщика. И освоить её можно в Skill Factory. И дело даже не в том, что средняя зарплата тестировщика в России порядка 120 тысяч рублей, что в целом позволяет сосредоточиться ещё на каком-то своём дополнительном саморазвитии и обучении, но ещё и в том, что задачи, которые решает тестировщик, это те задачи, которые стоят практически перед всеми. Это поиск и систематизация ошибок. То есть, по сути, это контроль качества, и любой IT-продукт в какой-то момент проходит через руки этих спецов, что с одной стороны делает эту профессию актуальной, а с другой стороны потенциально позволяет развиваться вообще в любой области. Кстати, курс в Skill Factory — это на самом деле два курса в одном по ручному тестированию и тестированию с помощью Python. Но что ещё важнее каких-то конкретных арт-скиллов, так это совершенствование системного мышления, а ещё, конечно же, практика и нетворкинг, общение с профессионалами из этой среды. По сути, обучение в Skill Factory — это не просто курс, а своеобразный симулятор рабочей среды, в которой вам придётся находить пути решения именно тех задач, которые встречаются в действительности. Поможет вам в этом не только само обучающее приложение, которым, кстати, можно пользоваться вообще где и когда угодно, но и ментор, практикующий тестировщик, который будет контролировать ваш прогресс. У Skill Factory куча отличных отзывов, можете проверить сами, так что неудивительно, что как минимум половина студентов, которые приходят сюда сменить свою профессию и заняться чем-то новым и прибыльным, успешно с этим справляются. Так что дерзайте, тем более, что при должной прилежности и доле везения вы сможете начать отрабатывать вложенные в обучение деньги ещё до того, как закончите курс, потому что, как я и говорил, профессия реально очень востребованная. Ну и поможет вам в любом случае наш промокод REDROOM, который мы для вас подготовили, аж на 45% скидочки. Вот он есть внизу в описании, так что проходите туда сейчас, кликайте по ссылке, учитесь чему-то новому, не забывайте пользоваться скидочкой и, в общем, всяческих вам успехов. А затем возвращайтесь, конечно же, к нам. Пока на Западе происходили все эти события, на Востоке совместная с тюрками победа так окрылила западную Уэй, что один из её полководцев, сверх императора, и объявил о создании новой империи, Северный Джоу. А их враги из Восточной Уэй, ну, тоже переформатировались в государство Северной Отцы. Война между этими империями, созданными потомками кочевников-завоевателей, которые стремительно обкитаивались, продолжалась. Решительного преимущества ни у кого не было. А это значило, что успех, в общем-то, был определён тем, кого из этих двух китайских государств поддержит самая мощная орда Великой Степи — тюрки. Так что правители обоих государств начали, естественно, перед ними заискивать и платить им дань, и в первую очередь платить им дань шёлком до 100 тысяч кусков дани. Ну, что довольно показательно. Помните 60 кусков, за которые они ещё недавно подкупали там племена против жужжаний? Пришедший к власти в 572 году Тоба Хан говорил «Только бы на юге два мальчика были покорны нам, тогда не нужно бояться бедности». Южные мальчики — это, соответственно, Джоу и Ци, как вы понимаете. Кстати, его предшественник Мугань или Мугань Хан, или Каган, сложно у меня здесь с определённостью в этом месте. Ну, в общем, он заложил основы тюркской государственности, о которой мы сейчас поговорим. Главной её проблемой было пространство. Огромную Великую Степь было не просто завоевать, но намного сложнее всё это завоёванное дело удержать. Административное разделение на провинции Улусы не помогало. Их правители были сильны и вполне автономны, а связь со ставкой была невероятно медленной. Сообщения шли месяцами. Видимо, для того, чтобы избежать скорого распада всего этого непрочного мира, тюрки придумали название такое своему государству — «Вечный Эль». То ли «Вечный народ» в переводе, то ли «Вечная империя». В общем, идея понятна — «Тысячелетний рейх». Особенностью их державы стала лествичная система престола наследия. Тюрки догадались, что если передавать власть не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему, то у всех этих братьев появляется некоторая заинтересованность в сохранении единства державы. Ведь потенциально ты можешь ей управлять, а управлять, ну, большой территорией интереснее, чем управлять маленькой. Большим преимуществом степной системы престола наследия было то, что власть не мог получить ребенок, за которого будут править мамы, дяди и прочие регенты. Степной правитель получал верховную власть не только будучи взрослым, но и обладая уже большим управленческим опытом, ведь до этого он управлял своим улусом. Был у этой системы и серьезный минус — она сильно мотивировала каждого члена правящей династии на истребление родственников, чтобы расчистить себе дорогу к трону. Позднее на Руси, которая примет эту систему от своих степных соседей, это будет приводить к постоянным междоусобицам. Тюркский каганат в итоге тоже распадется из междоусобиц, но первое время ни один из этих всех правителей не проправил больше пяти лет. И хотя мы знаем мало подробностей, о причинах их смерти можно предположить, что многие из этих смертей были такие насильственными. Но все же первые десятилетия эта система позволяла кое-как досохранять целостность всей этой огромной державы. Вечный Эль простирался на значительную часть Евразии, занимая почти те же территории, которые потом подчинятся Чингисхану. С той лишь разницей, что на западе каганат остановился на Волге, а на востоке не включал в себя Китай, хотя тот и был от тюрок зависимым. Но если Чингисхан всю жизнь положил на создание такой империи, а заканчивали ее расширение уже его внуки, то тюрки завоевали почти такое же пространство всего за шесть лет. Но было и одно отличие империи тюрков от империи Чингисхана. Монголы включали в свою орду всех встречных поперечных, а вот тюрки оставляли завоеванным народом их родовой вот этот племеннообщинный строй. Вот там, как бы сами эти примитивные дикари и живут, мы не будем им нести свет цивилизации. Естественно, это сыграло с ними злую шутку, вы что думали? Главным же достижением тюрков стала связь с сосанидами, точнее восстановление древних караванных путей от Китая до Европы, прерванных всякими там жужжанями и эфтолитами. И тут пришло время поговорить о шелке. Шелк в древнем мире был чем-то вроде, знаете, нефти, айфона и пенициллина одновременно. Богатые воины шли в бой в шелковых рубашках, например, потому что с высокой вероятностью шелк при попадании в него стрелы не рвался и уходил в глубину раны, не позволяя тем самым, например, попозже отъехать от заражения крови, от которого умирали чуть ли не чаще, чем непосредственно от ран. А еще с шелк скальзывают блохи, чем пользовались жены этих всяких богатых воинов, да и просто всякие типа мирные цивилы, потому что, знаете, шелковая одежда неплохая, это плюс сток защиты от потенциальной чумы во время эпидемии, между прочим. А еще продажа шелка с востока на запад невероятно выгодное дело, особенно для империй, контролирующих весь путь из Китая до Ирана. Кстати, Чингисхан потом тоже будет во многом опираться на среднеазиатских купцов. Тюркам же очень была по душе идея продавать шелк через Иран в Византию. Однако с этим проектом была одна проблема, сосанидский Иран и Византия были смертельными врагами. Шахеншах Ирана понимал, что торговля будет для него, конечно, выгодной, Ромеи заплатит за шелк любую цену, однако потом они за этот шелк наймут тысячи западноевропейских варваров, которые на Иран и обрушатся. Поэтому он больше заботился о повышении цены на шелк и о сдерживании роста товара оборота. Тюркам стало понятно, что надо как-то Иран принуждать к умиротворению и сотрудничеству, но сосанидские укрепления в Геркании как-то особо это не позволяли. Потенциальный поход пришлось свернуть, тем более, что удачным образом один сагдийский купец умудрился обойти Каспийское море с севера, дойти до Крыма и обнаружить, что баспорт византийский. Так был проложен новый путь, который потом станет называться Северной ветвью Великого Шелкового пути и просуществует почти тысячу лет, пока в 14 веке его не уничтожит Тимур. Однако в 6 веке этот маршрут был еще очень опасен для торговли, поэтому тюркам пришлось так и быть завоевать весь Северный Кавказ и дойти самостоятельно до Крыма, чтобы установить общую границу с Византией. Ромеи были так рады появлению тюрок в регионе, что они даже заключили союз, крайне выгодный, окруженный врагами империи, однако долгим он не был. В 553 году в Константинополь привезли личинок шелковых червей, не очень понятно кем, однако факт остается фактом, к 70-м годам у Византии уже было собственное шелковое производство. К тому же вскоре Константинополь замирился с аварами, а авара в тюрке помнили как жужани, и поэтому, в общем, как-то получилось неловко, и вот уже вчерашний союз превратился в нынешние обиды, и Ромеи в итоге выбили тюрков с Крыма, показав, чей полуостров на самом деле. То есть, таким образом, Каганат не смог решить свою главную геополитическую задачу установления торговой связи между Востоком и Западом по своей территории. Вот Чингисхан эту задачу решит смог, а его империя сразу получила поддержку сотен тысяч людей, наживающихся на торговле, поэтому она просуществовала несколько сотен лет, даже когда золотой рот совершенно вырызгался, а монголы полностью растворились в завоеванных народах. Тюрки же такое выгодное бизнес-пространство создать не смогли, и поэтому их вечный эль просуществовал меньше столетия. Пока тюрки пытались пробить себе дорогу к Средиземноморью на Западе, на Востоке в Китае все поменялось. Китайцы уже давно устали от кочевников, терзающих их страну несколько столетий со времен падения династии Хань. Весь шелк, о котором шла речь, выбивался палками из китайских крестьян. Китайская элита была отодвинута от власти потомками захвативших Северхунну и Синьби. Чаша терпения была переполнена. Весной 581 года китайские вельможи подняли знамя мятежа против правительства и к ним примкнули народные массы. Этот момент один из китайских полководцев по имени Ян Цзянь использовал для того, чтобы заставить последнего императора мальчика 9 лет отречься от престола в пользу, ну, собственно, Ян Цзяня. Несчастный ребенок был вскоре убит, его ближайшие родственники казнены, новым императорским родом стал род Суй и его политической программой основной стала, конечно, война со степью. Начал Ян Цзянь, естественно, с прекращения всяких дипломатических договоренностей и отношений с варварами степными, тем более, что представляли они собой, в общем-то, выплату дани. Ну, то есть, как бы, это было что-то среднее между торговлей, которой вообще-то официально нельзя было заниматься с дикарями, потому что мы же тут цивилизованные, блин, китайцы, а и данью, потому что, ну, знаете, это были вечные отношения китайцев с северянами. Мы, типа, торгуем с ними, отдаем шелк, они на нас не нападают, ну, простая, понятная схема. То есть, прервав дипломатические отношения, китайский император просто лишил тюрок поставок шелка. Понимая, что ответом станет набег, император собрал огромную армию, которую сосредоточил на протяжении всей Великой Стены. Тюрки через стену легко прорвались и прошлись по северо-западному Китаю таким ураганом, что, как писали китайцы, после них в шести богатых областях не осталось ни одной головы рогатого скота. Однако, такие многокилометровые древние сооружения это вам не линия Мажино, да, и не линия Маннергейма. Они не были предназначены для того, чтобы сдерживать там бесконечно растянутый фронт. Их строили, чтобы устраивать засады на кочевников уже отягощенных добычей и уходящих за стену через те же проходы, через которые они пришли. Ну, потому что ты на уставших лошадях из большой добычи не поедешь по вражеской территории, чтобы найти в стене какой-нибудь другой пролом, которого может вообще не оказаться. Ты будешь выходить так же, как зашел, а это значит, что тебя там можно дождаться, побить и все отобрать. Так и работала Великая Китайская Стена, а теперь все недоумевают, почему бойницы ее башен смотрят не только в сторону Степи, но и в сторону Китая. Также, спустя тысячелетия, кстати, будут работать русские засечные линии. Китайцы встретили тюрок засадами и начались тяжелые бои. Однако, армия империи Суй была, ну, не самого высокого качества. Укомплектовывалась она крестьянами, отрываемыми от своих полей, и офицерский состав там пополнялся конфуцианской интеллигенцией, тосковавшей по ученым диспутам и спорникам стихотворений. Воинские же уставы тоже составлялись философами в духе, естественно, конфуцианской морали. То есть, офицеры там и рядовые солдаты, конечно, чудеса храбрости иногда проявляли, но в целом они сражаться не особо привыкли, не очень любили походы, не очень привыкли к дальним командировкам, и плюс вся эта армия по большей части была пешей, а у тюрков была кавалерия, причем кавалерия бронированная. Короче говоря, разгромили их тюрки по большей части на голову. И тогда в делу пришлось вступить китайской разведке, потому что уж в этом-то они, конечно, кочевников превосходили сильно. Их агент Джань Суньшен был давно и прочно внедрен в высшие круги Каганата, которые он покорил своей великолепной стрельбой из лука и, видимо, чем-то еще. Когда тюрки вернулись из трудного похода, в котором были не только победы, но и поражения, Джань Суньшен объехал всех ханов исправящего рода Ашина и подружески побеседовал с каждым. Победившим ханам он говорил, что проигравшие родственники крадут их славу, а проигравшим объяснял, что их поражение это естественный результат подставы более удачливых сородичей. Желающим продолжать войну он втолковывал, что это невозможно делать, если часть их родственников настроена примиренчески. А в разговорах с теми, кто войны не желал, он удивлялся, зачем они вообще позволили себя в эту войну втянуть, ведь китайский император готов отдавать им шелк, и как прежде, надо просто изъявить ему покорность, совершить небольшой ритуал, и после него поток богатства снова хлынет в степь. В общем, вскоре тюркские ханы переругались и начали друг друга резать. После нескольких лет взаимоистребления, чьи перипетии были крайне запутаны, к власти пришел Карачурин со своей прокитайской партией, и, в общем, такие на верность Китаю они присягнули. Другое дело, что это уже, конечно, были совсем другие отношения, хотя формально, да, тот же самый данник-вассал. Но в этот раз шелк стал поступать гораздо меньше, чем в былые времена, и, в общем, тюркам пришлось думать, чесать репу и решать, что же они будут с этой проблемой, как же они с ней поступят, что же они с ней будут делать. Единственный шанс сохранить мир государства был в установлении и таки торговли с Византией, которая позволила бы увеличить это богатство в несколько раз и накормить все жадные рты. Поэтому осенью 589 года Карачурин отправил своего сына Савве в новый поход на Сасанитский Иран. Сасанитская империя переживала тогда тяжелые времена, в ней боролись за главенство три религии за раастризм, христианство и манихейство, да и несколько этносов тоже воевали за место под солнцем. Много десятилетий там все друг друга резали и поэтому, в общем-то, момент был выбран вроде как удачно, но тюрки не смогли договориться с своим главным потенциальным союзником с Византией. В основном, потому что у них у самих с ней была формально война, хотя уже 7 лет никаких боевых действий к тому моменту не предпринималось. Но дипломатические связи все равно были разорваны, поэтому вовремя согласовать какое-то наступление не получилось. Иранцы встретили Савве переговорами, причем переговорами о мире и предложили ему встретиться в Герканской долине. Дескать, там мы, в общем, обо всем договоримся. Но, когда он туда вошел, вместе с тюркским войском, он почему-то обнаружил не дипломатический корпус, а вражеские боевые построения и сразу все понял, потому что его-то воины были утомлены, ну, после долгого перехода по далеко не самой благоприятной местности. У них не было линии снабжения, и вообще они были к этому не готовы, а у противника сзади была крепость, сзади было то самое пресловутое снабжение, и вообще, как бы, преимущество ребят, которые пришли на место сражения первыми. Поэтому командир тюрков очень быстро начал по командиру иранскому предлагать все подряд, там, свою дочь в жены, вообще, иранскую корону, там, золото, не знаю, шелк, серебро, все вообще, что угодно, но было понятно, что это, конечно, жест отчаяния. О последующих событиях достаточно сказать, что спасся из этой бойни один тюрок из десяти, и сам Саввы в число этих счастливчиков не вошел. Во многом спасибо тюрки должны сказать практике применения боевых слонов. Ну, нет, не потому, что их использовали иранцы. Слоны были в составе тюркской армии, и сасанитские лучники прекрасно знали, что этим зверям нужно стрелять по глазам, желательно горящими стрелами, так что эти монстры очень быстро начали обстать собственное войско в узкой долине. В общем, после этого поражения тюркский каганат был реально обречен, потому что успешный бизнес-проект у них создать не получилось, а вот между усобицей рода Ашина никуда не делись. Или Ашина-ашина звучит как точно, это же из секера. В общем, да, дело в том, что никто не забыл предыдущую резню, которая на тот момент уже случалась, а скромной местью, знаете, дело обстоит таким странным образом, что ее очень легко начать и очень сложно закончить. Порочная, в общем, логика в этой истории есть. Но еще хуже шли дела в подчиненных каганату племенах. Они жили за счет добычи, которую брали, сопровождая тюрок в их походах, плюс им перепадала часть китайской дани. Когда походы прекратились, а дани стало не хватать самой Орде, старейшины племен подняли мятеж. К тому же китайцы подкупили часть племен, теле, тех самых, с которых все началось, и каганат разорвала еще на две части, обе из которых в начале 7 века признали себя китайскими вассалами и просуществовали еще сто лет, погибнув в итоге окончательно уже из-за междуусобиц, нападений соседей, ну и просто судьба уже была ну предсказуема и понятна. Вечный Эль, как единое государство, просуществовал меньше ста лет. Но на контрасте с Жужанской Ордой он оставил о себе довольно-таки добрую память в степи. На тюркском заговорили на огромных пространствах Евразии самые разные народы. Сегодня их потомки любят говорить о том, что все они родственники, а тюрки, о которых шла речь в этом рассказе, их прямые предки. Но на самом деле это не так. Тюрки сегодня это большая языковая семья, объединяющая очень разные этносы. Вот такой вот бета-тест среднеазиатской кочевой империи. Так что, если вы думали, что подобный проект осуществляли или пытались осуществить только монголы, то вот, пожалуйста, яркий пример, почему монголы вовсе не всегда исключение. На этом месте я передам привет Джону Грину и еще патронам и патронессам, которые проголосовали за тему кочевников в нашем регулярном голосовании на Патреоне. Кстати, напоминаю, что все, кто нас там поддерживает, смотрят эти видосы без всяких там рекламных интеграций, понимаешь ли, без, кстати, ютубовской рекламы даже в том числе, я вам так скажу, а еще смотрят их на сутки раньше. И еще мы этим людям очень признательны. В любом случае, мы признательны всем, кто смотрит эти ролики, особенно тем, кто не забывает ставить лайки и подписываться на канал, если эти видео приходятся вам по душе. Пишите в своих комментариях, что вы думаете по поводу истории тюркского Каганата, шерьте это видео и все такое прочее где-нибудь через недельку. Увидимся!